Давайте проверим, кто самый лакерный. Жми лайк и какая цифра тебе попадется, то тот игрок тебе и выпадет. Делитесь в комментариях, кто тебе выпал. Всем-всем-всем доброго времени суток, с вами Влад Капус и я думаю, что каждый из вас знает, что сегодня выходят новые наборы командной недели. И по этой причине я хочу для каждого из вас сделать конкурс на 24 тысячи FIFA Points. Чтобы вам принять участие, вам нужно все лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк и написать любой комментарий. А также обязательно подписаться на мою страничку в инстаграме и на мой новый канал на ютубе. Сегодняшний выпуск будет посвящен новостям. Давайте мы перейдем к самой основной новости сегодняшнего дня. У нас в режиме атаки, когда мы сыграли матч, даются нам награды. Мы заходим в эти награды в режим атаки, ну и получаем тот нужный нам набор. И вместо того, чтобы мы получали набор, нам там есть возможность получить Леонеля Месси. И такой вопрос поставит. Есть спор, что вы наделали? Есть спор, сразу отписали у себя в твиттере, МТАЖ, написал то, что мы сейчас решаем данный вопрос и в скором времени он решится. Решали, конечно, они этот вопрос на 2 часа. Многие юзеры уже начали на форумах пасить там скриншоты, там где у них дохренище Леонеля Месси в составе. Хотя на самом деле это все фейки. И Леонеля Месси никто не сумел взять. Но, как я понимаю, то что есть спор, с ней спорта вот этого сделали. И думают, что в наградах лиги мы будем получать еще до 100 игроков. Не только Павлу Дебалам. А еще также будет Леонель Месси, а еще, возможно, будут даже карточки Луиза Суарза и еще топовых игроков. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие игроков вы хотели бы увидеть в наградах за лигу. Мне вот было бы интересно. Я бы больше всего хотел, чтобы там была карточка, например, Лука Курумелу. Либо еще Давида Дахея. Вот это было бы очень круто. Я думаю, что у вас также есть любимчики. Напишите о них в комментариях. Мне хотелось бы узнать, что вы думаете об этом. Следующая новость, а может быть даже не новость, то, что случилось в FIFA Mobile. Все игроки вдруг стали лысыми. Я просто не мог понять, что такое в этом. Эдисон Квани лысый. Леонель Месси лысый. Крещан Роналду лысый. Я, конечно, мог представить, что такое возможно, но не до такой же степени есть спорта. Я понимаю, конечно, есть спорта, что за один день можно взять много багов, но не до такой же степени. Уже хватит прикаловаться с нас. У вас было достаточно немало времени, чтобы реализовать данную версию FIFA Mobile. И вы могли за это время вообще ее сделать идеальной. Вы спрашивали пользователей, что нужно добавить, что нужно сделать. Но в конечном итоге сделали по-своему. СБЧ события пока что мы не видим. Я надеюсь, что в скором времени они у нас будут. И самое основное, то, что мне хотелось бы, чтобы у нас появилось, это драфт. Потому что с помощью драфта это будет вообще нереальная FIFA Mobile. Она будет ничем не хуже, нежели основная на консоли. Хотя, конечно, на консоли поприятнее играть на джойстике. Но в последнее время, я думаю, на смартфоне тоже ничем не хуже играть, чем на джойстике. А в джойстике, конечно, другие там ощущения, другие финты, другие исполнения. Знаете, все по-другому совсем, графика другая. Но, блин. Но на самом деле, я скажу вам так, что некоторые смартфоны стоят намного дороже, нежели чем консоль. И теперь у нас поставил самый главный вопрос. Что дальше будет? Дальше, я думаю, это что в FIFA Mobile будет развиваться все больше и больше. И консольная версия будет не такая популярная, как именно мобильная версия. Потому что мобильная версия в FIFA Mobile это что-то новое. Ты можешь, например, ехать в маршрутке, ехать на работу куда-то в метро, либо где-то еще играть. И это довольно-таки круто, потому что даже когда ты идешь пешком, у тебя есть возможность поиграть на смартфоне. А что, ты консоль с собой будешь брать? В рюкзаке тащить ее или как? Где тебе взять ноутбук, либо еще телевизор, чтобы подключить. Но это как-то не особо прикольно. И самое крутое то, что есть даже джойстики. И с помощью этих джойстиков можно играть нашу любимую FIFA Mobile 19. Так что, ребята, в скором времени я думаю, что наша FIFAулька будет одна из самых лучших. Я думаю, что мы будем радовать наших зрителей. Следующее событие, которое нас ожидает в этой версии FIFA Mobile 19. Как и было по списку, сначала вышел День Благодарения, потом Черная Пятница. И после Черной Пятницы, как положено, должен выйти именно Футбольный Мороз. Событие. А это событие, на самом деле, мне не особо нравится. Там, конечно, игроки бывают необычные. Но задания такие себе. Вот вспоминая прошлую версию FIFA Mobile, мне это событие больше всего не нравилось. Потому как, ну, там были такие испытания на любителя, конечно. И награды были так себе. Я надеюсь, что в этот раз будут награды шикарные. И мы все кайфанем от этого события. А вы как считаете, какое следующее событие, возможно, то, что у нас будет? Но потому как без событий, нам просто-напросто будет неинтересно играть в нашу любимую игру. Ребята, если вам понравился мой ролик, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Пишите мне, пожалуйста, в Инстаграме, либо личных сообщениях ВКонтакте. Все самые свежие новости о FIFA Mobile 19. Это будет новая рубрика, на которой я буду рассказывать вам самые свежие новости, которые, возможно, вам пригодятся. И то, что у нас случилось за это время в FIFA Mobile 19. Кто еще не успел подписаться, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Ставьте здесь огромные лайки. Пишите комментарии, не забывайте об этом. И самое основное, всегда будьте в курсе всех событий. И каждому из вас хорошего настроения. Всем пока-пока-пока.